Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил невеселый вопрос «Прощать ли измену?». Этот вопрос, чтобы разобрать, надо каждую его составляющую, хотя вопрос очень коротенький, разобрать отдельно и потом подвести некоторый итог, потому что тут есть про прощение, есть про измену. Для того, чтобы немножко снизу вверх подниматься, потому что наша задача Бога – достигнуть совершенства, Его небесного царствия наследовать, то начнем с конца, с измены. Измена, прелюбодеяние Господь ставит единственным таким исключением из того, что брак может быть расторгнут. Потому что, как говорит апостол, что Бог соединит, человек да не разлучает. Но Господь все-таки в Евангелии от Матфея, говорит в 31 стихе, сказано также «Если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную». А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Мы сейчас не будем разбирать тему развода, это отдельный вопрос, тоже отдельная интересная тема. В данном случае нам следует сконцентрироваться на том, что вот это прелюбодеяние – такая тяжелая вина, которая, можно сказать, убивает брак, убивает любовь, и поэтому можно признать, что брака нет, что любви нет, потому что все-таки ни Христос, ни церковь невесты Христова брак не разрушает, не расторгает, а лишь констатирует то, что брак умер, что один из супругов, как минимум, решил его убить. Тут, однако, мы теперь должны перейти к другому моменту, к моменту прощения. Грех он убивает. В принципе, Адам и Ева, отступив от Господа в раю, выбрали смерть для себя и для нас. Ветхозаветные люди совершали грехи, и Господь, для того, чтобы они понимали некоторую закономерность, тоже посылал им различные испытания, искушения и даже кары в их земной жизни, чтобы они понимали, что грех влечет болезни смерти. В Новом Завете Христос приходит и, наоборот, говорит, пришел призвать неправенников, а грешников пришел куда призвать? На покаяние. Господь здесь, на земле, не дает никакой ни кары, ни смерти, но нет, он ждет покаяния, ждет каждого грешника и ищет каждую заблудшую овцу, оставляя 99 находящихся в спокойствии и благополучии, и идет к той заблудшей, грешащей овце, чтобы ее спасти. Более того, в принципе, Господь воплотился, пришел на землю для того, чтобы пострадать, искупить нас Свою кровью и воскресить. Искупляет Господь нас именно от греха. Господь приходит для того, чтобы пожертвовать Собой и дать нам прощение. И таким образом, какое чудо совершается? Величайшее чудо совершается. То, что было мертвым, то воскресло. Природа человеческая во Христе была мертвой, и она воскресла. И более того, природа человеческая теперь, в принципе, умирает и не идет, как все ветхозаветные люди, и праведники, и грешники в ад. Мы помним, как Господь после Своего воскресения извел из ада Адама, Еву и других ветхозаветных пророков, благоверных царей, которые вроде Господу как-то худо-бедно угодили, несмотря на свои тоже недостатки, и все-таки достойны вечной жизни, и кого мы сейчас на иконах изображаем, почитаем, знаем, что они уже с Господом в жизни вечной. Нет, и они все умирали. Господь через свое прощение и через свое жертвенное прощение делает из мертвых живым не только себя, но и всех нас. Если мы вспомним слова Христа, что «я есть путь, истинная жизнь, и тот, кто по мне идет, тот наследует жизнь вечную», сказанную в Евангелии от Иоанна, то мы понимаем, что для того, чтобы быть со Христом, жить как Христос, наследовать жизнь вечную и поступить по-христиански, и по-христиански ответить на вопрос прощать ли измену, мы должны поступить как Он. При этом мы не обязаны поступить, а мы можем, потому что христианин может сделать абсолютно все, просто некоторые шаги будут более полезны, а другие менее полезны, а какие-то вообще нас вечную смерть приведут. Поэтому Господь дает некоторое право. Право, если тебе изменили, ты можешь взять и брак считать несуществующим. Но ты не имеешь права не простить человека. Это не значит, что ты не обязан разводиться. Ты можешь понять, что не брак умер, человек своей изменой или повторяющимися изменами его убивает. И поэтому признать, да, брака нет, любви нету, нет у меня сил воскресить этот брак. Развестись с человеком, жить дальше уже своей жизнью, как-то без него, но при этом зла держать, не прощать нельзя. Причем нельзя не прощать, потому что мы вспоминаем вот эту историю, которая в Евангелии от Луки описана, как Господу привели жену, блудницу, и предложили, можно ли ее вот сейчас побить камнями. Да, и тоже, чтобы не то, что даже ему эта блудница очень волновала, хотя тоже, конечно, хотелось поторжествовать, вот мы такие праведники, она такая грешница, какую-то свою злобу не излить. А то, чтобы подловить, подловить Божественного Учителя. А Господь говорит, кто первый без греха, брось на нее камень. И поэтому, если мы не прощаем другой, более тяжелый грех, то, в принципе, Господь говорит, ну ладно, ты сам себе подписал приговор. Не хочешь прощать что-то? Ну я тебя тоже прощать не буду. Да, ты не изменял. Ну есть у тебя грехи? Ну я тебе из-за них. Потому что любой грех отделяет от Бога, и любой, даже самый малый грех, может и лишить нас наследствия Царствия Небесного. Именно поэтому мы, даже если находимся в ситуации такой, что нам изменили, и мы решили развестись, не можем это зло в сердце держать. Мы должны человека простить. Вот ну как в разрешительной молитве на Испоте, прощаю и отпущаю. Тут точно так же можно говорить, прощаю и отпускаю. Да, ты идёшь, живёшь твоей жизнью, но я тебя простил. И тут самая высота такая. Понятно, есть некоторые высоты, которые сложно штурмовать, но которые всё равно реалистично достичь. Так Господь на кресте молится ни много ни мало за своих распинателей. Он умирает на кресте, мучается, и воскрешает тех людей, которым он делал только добро, 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 исцелял, изгонял бесов, даже воскрешал некоторых из них. Они его оклеветали, оскорбляли, хулили, издевались, пытали, мучительной смерти предали. И Господь всё равно жертвует. И их тоже воскрешает для жизни вечной. Другой вопрос, выберут они это воскрешение или нет. Поэтому и тоже человек, который претерпел измены, и который готов простить своего супруга, он в состоянии воскресить силой Божией свой брак. Измена брак убила. Но человек, который берёт, принимает и даже не развозится человеком. Что он по сути делает? Он совершает тоже настоящее чудо воскрешения. Он говорит, я готов своей силой любви принести эту жертву. Да, мне больно. Да, сердце моё кровоточит. Но я хочу простить, я хочу наш брак восстановить. Я хочу его воскресить. И Господь, безусловно, такое дело благословит. Это тяжёлая высота. Не всем доступна и не всегда разумна. Потому что иногда, ну, не сможешь ты воскресить то, если человек снова и снова хочет что-то убить. Ну, не получится это. Да, если, предположим, Господь кого-то воскресил, а человек пошёл бы и с крыши снова бы прыгнул. Ну, стал бы Господь снова и снова воскрешать. Ну, нет, нельзя навязывать даже помощь какую-то, нельзя навязывать и любовь. Любовь, она должна быть свободна в своём выборе. Поэтому можно просить измену и сохранить брак. Можно просить измену и брак расторгнуть. Но самое главное прощение должно быть.